Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сегодня у нас пятница, 15 января 2016 года. Нам эту тему дали, колесников, их найти надо Николай с Анной. И мы ее приняли, действительно, вот это считаю. Номер 34. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 14 января 2014 года. За 14 января, за это прошедший день, что где писали. Не все, а часть только берут, которые люди заходят на наш форум. Взял как эпиграф к нашему этому отдельному ролику, даже не из священного писания. Потому что все время упрекают, вы все, Библию трясете, Библию трясете. Вот я не Библию беру, не Библию. Канонизированного царя, и как вы к нему относитесь? Вы же, те, которые сейчас нападаете, вчера были друзьями, Вы же попадаете под эти последние слова, когда он император был еще, император и подписывал. Вы в числе тех, которые его не спровергали. Дальше-то продолжайте. Потому что вчера были друзья, сегодня вдруг не друзья. И даже нужды никакой нет. И все обманывают. Я знаю, откуда это идет. Дальше. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения престола. Это проникнута вся жизнь. И особенно это в церкви. Потому что люди знали про православную церковь. Они же знали в то время не 50-ников, не адвентистов 7-го дня. И такое отречение, такая революция. Убили царя, княжон великих. Ну подряд все. Но это же кто-то сеял. Все следили, чтобы одного лишнего слова. Какая-то церковная цензура была. Да с каким восторгом приняли свержение царя-то. Такое, говорят, на фронте было, как будто первый день Пасхи. Это вообще, это Солженицын все описывает. Он-то берет из архивов, как было. И Временное правительство начали сразу поздравлять. Наконец-то церковь получит свободу. Теперь мы развернемся. Мы покажем. Приветствовала церковь императорскую. Свержение императора. А день и ночь за него молились. Лицемерие одно. Самое страшное лицемерие это в православии. Повторяю. Приветствовали свержение царя. Никто вперед даже не глянул. Даже Антоний Храповицкий прислал благодать. Я читал эти телеграммы. Ну, думаешь, веры-то никакой не было. Слово сказать страшно стало, это не то слово. Вообще ничего вперед не видели. Один человек только в России видел, я понимаю в это время. Это Григорий Ефимович Распутин. На него ставку-то и свержение через него царя масоны и сделали. В базе или где там были. Ну, дальше я говорю, что вопросы мне передаются из контактов. Я поставить, а сам своими словами буду объяснять. В одноклассниках модераторы берут и перекидывают на наш форум. Ну, наш форум, чтобы понятно было, что это такое слово форум. Вот я показываю. Вот наш форум. Пожалуйста. Внимательно посмотрите. Зарядите Яндекс, Гогол. Форум, православный форум Игнатия Латвина. 1587. У нас вообще здесь нету никаких споров. Нету. Каждый день заходят 350 человек. Но это же не 2 человека. 350 ежедневно. И ни одного слова нет. Приходят, только благодарят и все. Спорить не о чем, потому что дана истина. Я называю истина в конечной инстанции. Да разве можно так? По Библии, потому что. Ну, не умирайте от страха. Вы ее не знаете. Поэтому. Вот заходите сюда. Вот я и говорю. А теперь прямо на форум. А они меня оттуда перетаскивают с контактов. Потом я отвечаю, они опять тем людям отбрасывают. Теперь этого не будет. А именно вот так. На модераторе видит, кто не слышал про это. Пусть им отбросят туда. И еще объявление, что нужно на каждый ролик составить кратко. Как есть. Вот я показываю здесь. Пусть считает и объяснять буду. Содержание. Содержание. На какой минуте, когда и что. Под какими роликами уже поставили. Там Коля Николай, даже фамилию не знаю его. Один трудится. Именно по этой теме. Вопросы, которые идут. Вот. Тридцать четвертый, так дальше пятый. А вы другие ролики берите. И людям легче будет искать. Я не успеваю. Да и это надо заново прослушать. А для вас это первый раз. Вот. Вот вчера я уже некоторые ставлю вопросы. Это означает. Там не поймешь чего. Кто, чего. Какие-то цифры. Даже имя свое боятся поставить. Трусость и измена. Везде обман. Аватар какой-то. Ник. Есть фамилия и имя. Спросятся в друзья. Но ничего нету. Нету. Что-то накручено. Даже цифры. Какие-то деревья. Или машина. Машины любят. Иконы бывают. Фотографии свои даже не знают. Потеряли лик свой. С кем общаться. Я их, друзья, не могу принимать. А бывает иногда принял. Он нормально был. А гляжу, он заменил. Я его выбрасываю. Делайте так, чтобы фотографии была. Глаза было видно. Не в очках темных. А да один. А там где-то храм. А если там где-то там, я гляжу, под деревьями стоит. Прижался из-за дерева. Не поймешь, кто выглядывает. Попугай или человек. Тоже я его выкидываю. Я вот начал чистить из друзей. Больше тысячи выкинул сразу. А зачем? Мусор один в этих названиях. Не в людях. Дальше. За два года Китай произвел больше цемента, чем США за весь 20 век. 4,9 гигатонн. Сами гуглите, сколько это. Ну, понятно. Это невероятно. А то у нас сосед такой, Китай. Вообще невероятно. Дальше. Длина дорог 4 миллиона километров. Вообще. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить. 300 тысяч мостов по всей стране. Из них тысяча длиной больше километра. Вообще. А до 2016 года построят мост с Гонконга до Макао. До Макао. Мы туда год назад плыли час на скоростном лайнере. Понятно. Это наши соседи. И ничему у них не учатся. Только оттуда что-то покупать и продавать подороже. За год автопарк увеличивается на 20 миллионов автомобилей. А в Пекин вообще можно въехать только, если последние цифры твоего номерного знака сегодня пускают. Это я был в Афинах. Там точно так же. Каждый год строят 100 аэропортов. 100 аэропортов. Сотня. 100 штук. Посчитайте от 1 до 100. И вот каждый раз представьте себе аэропорт. Бац. Год построено. Вообще. Невероятнейшая вещь. Гигантские виадуки. Длиной 150 километров. Виадуки. Я виадуки только в 7 сити видел. Это компьютерная игра. Или вот, например, туннель длиной 28 километров. Вообще. Это все наши соседи. Ничего про него не знаем. Поезд Гуанчжоу в Гуян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 километров в час. Ну что, когда это будет здесь? Да никогда не будет этого. Никогда. Потому что пьянь. Поэтому правильно говорит Дмитрий Смирнов. Эта земля вот она будет другим. И вот то что-то мы где-то что-то... Да ничего нет. Это надо самим было жить-то. Рожать не хотят. Народ сам себя уничтожает. И узнать тогда причина в чем. Что они делают, китайцы? За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз. Это жилая площадь. У меня Кент уже месяц не может квартиру найти. А в Китае их бесплатно раздают. Через 10 лет в Китае 220 городов будет с населением больше 1 миллиона человек. Сколько у нас таких городов останется через 10 лет? Останется через 10 лет. Ну, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. Дальше. А вся эта статистика из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тысяч чиновников. Вот, оказывается, в чем дело. Вот с коррупцией не знают, как бороться. Я не призываю, но это люди делают вывод. Я вообще статистику даже не знал-то. Вот и все. Казнили. Попались наркоманы. Показывают, как их расстрелят принародно. Они где-то там пройдет время. Даже пожизненно может опять выйти. Щекотило могут выпустить. Отменили. А смертные казни. Там ювенальные вестиции. Почему в Китае-то этого нет? Никакого меморандума нет. И живут, и живут. Вокруг измена, трусость кругом. Измена, трусость и обман. Юрий Соболев. Второй день не мог разрешиться бременем вопроса о ветхозаветных старцах и новозаветных учителях. И только собирался задать его вам, как бы в беседе с адвентистами на него и ответили. Словно для меня. Чудеса. Мир вам, Игнатий Тихонович. Продолжение вопроса об учителях. Возник еще один. Но уже о новозаветных учителях. Поясните, пожалуйста, как соотнести эти два стиха? 1 Коринфянам 12.28 и Иаков 3.1. Ну, первое говорит, что Бог поставил в третьих учителями, а в третьих немногие делают учителями. Дальше. С одной стороны, Бог поставляет учителей. С другой, апостол не препятствует тому, чтобы люди делались учителями. Остерегая лишь, чтобы немногие. К слову, фейфилак болгарский так и толкует, что учителя в церкви на третьем месте. Потому что помимо божественного в учительстве, в отличие от пророков, присутствует человеческое. Так как он учитель, сказанно толкователем, говорит от себя. Я тут не знаю, с чем мне пояснять. Вопрос даже не понял в чем-то. Да, должны быть учителя, Господь поставил их, поставил. Уже в первом веке было. Павел говорит, уже поставил в прошедшем времени как бы. И все. Но там вся беда-то в том, что сегодня под именем учителя, кого хотят, канонизируют сначала, канонизацию записывают. А потом все, что он сказал, туда гонят. Начинаешь говорить со священником, а из него, как из дырявого мешка просто сыпется, он не может остановиться, говорит, и говорит, и вообще к Библии не относятся никакого отношения. Мне сразу вспоминаются слова профессора Марсенковского, Владимира Филимоновича. Он говорит, если из сознания народа вырвать Евангелие, на месте его будет зияющая смертельная рана, которой ничем не заткнешь. Вот это и есть. Сказал кто-то что-то, Матрона, ну и сказал, на суде Божьем это будет или нет? Не будет. Не будет. Люди ничего не знают. Им надо разъяснять слова Писания. Вот мы сейчас считали, там 23-й псалом. Поднимите врата вверхи ваши, войдет царь слава. Я к примеру говорю. Вот мы в Исаакиевском соборе, в Ленинграде. В то время Ленинград был. Ну, заходят там человек пять, группа там по всему храму-то разошлись, а кто-то этот маятник Фуко смотрит, кто-то что-то. Ну, я подошел, там впереди группа стоит, и молоденькая гид. И она разъясняет. А вот, видите, войдет царь славы. Это на Пасху, когда священник, так архиерей, красиво одеты, и он входит, как царь славы. Я говорю, это не так. Не так? А нам говорили так. Я говорю, нет, совсем не так. Ну, тогда объясните. Такая удивительная. Я говорю, это означает, когда Господь совершил победу на Голгофе, победил сатану, он возвращается. И Господь ни перед кем не кланяется. Но его слава так возросла, что перекладина мешает. И тогда перекладине говорится, перекладина, поднимись вверху, как живой разговаривает. Поднимите врата вверхи ваши, войдет царь славы. Кто из себя из славы? Господь сил. Он победил сатану. Так вы тогда и объясняйте тогда. Ну, я дальше начал объяснять. А другие-то группу увидят, что тут все. И никто не выходит. А тут как проходишь, а на той стороне дверь и вышел. Ну, я не знаю, сколько прошло, но не больше 20 минут. Тут полностью Исаакиевский собор забитый. Там никто не выходит, там кто-то билетики забирает. А здесь продают, люди зайти не могут. Вообще зайти невозможно. Не видали. А что это такое? Я повторяю, сила слова. Вот попы, когда слышат, я говорю, сейчас они меня съедятся. А кто это сказал? Найти сейчас надо эту. И есть сказать, Игнатий псевдо-православный, псевдо-псевдо-псевдо-сатанинский. Я знаю просто. Сейчас они кинутся. Я их называю кодло-патриаршее. Кодло, то есть стая волков, стая собак. Не нравится уже это слово? Это по-другому как? Вы кучи, а я на вас вообще никак. Я рассказываю из жизни своей. И тогда подошла, там одна и говорит, знаете, не могут, билеты продают, а зайти никто не может. Вы встаньте тогда там на выходе где-то, выйдите, чтобы народ-то... Ну, я пошел, и весь народ схлынул, опять храм пустой. Пустой. Что вы делаете, священники, как вы потеряли народ? И все, что-то колобродят, что-то говорят, собирает Евгений Родионов. Мекина. Господь говорит, что общего у Мекины с чистым зерном? Если ты видел сон, говори, как сон. Ну, что проще-то? Нет, ничего этого нету. Нету. Какие учителя-то? Лезут в это бессталанные совершенно. Я рассказываю, так они меня за это долгот. Я вел занятия в университете техническом, вообще в пяти университетах, и всегда начинались пения царю небесной. Я решил его объяснять. Про пели, я начинаю объяснять. Примерно двадцать минут в среднем. Я сказал на молитву царю небесной утешителю, она везде, вначале, 60 проповедей. Как отец Кирилл Сахар говорит, и ни одного повтора нету. Точно по этой молитве. А здесь Слово Божие, я говорю, он не знает, где книгу найти. Едем дорогой, посадили священника. Ездили когда. Я говорю, написано у галатов. Он галатов ищет книги Паралипоменон. А там оглавление дается на ветхий завет, а уже на новое отдельное. Он не знает, вообще не знает Слово Божие. Ищет где-то, ссылается на что. Да я вижу, ты ищешь ее где, в начале Библии. Галатам, послание. Вообще не знают. Взялся руководить народом. Это ужасно. Ну как может быть капитан, который не знает ни маршрута, ни пользования аксиометром, ни компасом. Он ничего не знает. Как он может корабль довезти? Он на рифы посадит его. И то, когда в другой город, где-то в канал входишь, оттуда подъезжает лоцманский катерок. И входит человек, и тогда говорит, куда поворачивать. Потому что тут еще баки показывают. И здесь. Андрей Карташов. Протеерей Севла Чаплин начал сбор подписей за предоставление общинам РПЦ право избирать священнослужителей. Вообще здорово. Но он больше не может. Он совершенно не рожденный свыше. Он бы не подписи собирать, а пошел людям Евангелие дать, рассказать, что за нас Христос умер, что есть будущая жизнь. Люди-то не верят даже, что есть Царство Небесное. Чаплин ты, Чаплин. Чем занимается? Ну, он обязательно найдет. А завтра будет думать, какой-нибудь камушек в метру вставить. Работа эта и хватит на 100 жизней. Но Христос это не заповедовал. Еще дальше. Петиция с предложениями про Теерея опубликована на сайте change.org. На момент написания новости ее подписали 250 человек. 250 человек на 180 миллионов. Ну, смешно даже. И не будет этого еще, он знает. Никто не будет. Архиерея разве допустит, чтобы люди выбирали? Никогда этого не будет. Никогда. Да не может он не знать-то. Но он занятие себе уже нашел. Он знает. Можно найти занятие такое, жене чистить платье или ботинки ей чистить, туфли. И целый день будешь сидеть, и работа есть. Вообще-то движения какие-то будут. По задумке Чаплина, настоятелей, пресс-фитеров и диаконам следует выбирать на приходских собраниях. Да их нету, всю власть отняли. Собрание-то фикция одна. А кто будет выбирать-то? Первое, что нужно, родиться свыше. Священники, не рожденные свыше. Они эти слова слышат, я говорю, говорят, А я родился тогда-то. А разговариваешь, вижу, у него ничего нету совершенно. И при том, разговаривает, остановится. О чем я говорил? Это не один, не два, не три. Это что-то значит или нет. Молодые? Даже 50 лет еще нету. А почему? Вот начнут говорить, ни конца, ни края нету. Здесь я как-то... Другие архиереи еще были. Говорит, как Горбачев. О чем говорит? Журналист, говорит, проездил с ним целую неделю с Горбачевым. Писать отчет, не знаю, о чем писать. О чем он говорил? Темы-то нету. Начинает от Адама, заканчивает неизвестно чем. За епископом он предлагает оставить право отвода кандидата. Ну, всех выбрали, проголосовали, нашли. Он отвел и все. Какое право-то? Ну, только, кавычек, на основании канонических препятствий или по причине недостатка знаний. Так недостатки знаний-то архиереев. И канонов нету. И священники везде. Ой, народ сейчас не то, что первоначальное время там было, когда канон написали. Народ слабый. Зачем я буду говорить там, что отлучать за аборт на 10 лет? Никого и не будет. Она и так бедная и страдалась. То есть они как пьяные. Или с глубокого-глубокого похмелья. Это абсолютно почти все, единицы, может быть, это не говорят только, о которых я знаю. Ну, что это? Это поражение, полное поражение. И вот начинает искать. Я говорю, лучше придите ко мне, труждающиеся. Да ты узнаешь, что такое, приди и куда. Не к тебе, к попу, прийти-то. К Богу, ко Христу, приведешь, а там, а Господь опять говорит, горе вам. Вы призываете меня, я знать не знаю вас. Говорит, не твоим ли именем изгоняли? Ну, я никогда не знал вас. Это они скрывают уже, дальше нельзя. Я читаю, я говорю, а что вы ругаетесь? Вы говорите, там, Блевотина. Я показываю. Это Рок Исаия, 5 глава, там, 28 стих написано. Все столы наполнены отвратительной Блевотиной. Это ваши вот эти рассказы, басни, кто шел там, что было с ним, где-то, как-то. Зачем это нужно? А вот Блевотину размазывает. Слова Божия вообще нету. Один, кто только ссылается все время, это Олег Синяев. Я его знаю, он прижал, потеряю кубыл. Вот какое дело. Дальше. Кандидатов, епископы и векарные архиереи, по мнению Чаплина, должно предлагать епархиальное собрание при участии Клира и двух мирян от каждой общины. Да общины-то нету. Какая община-то? Приход какой-то, проход, проходной двор. Люди-то будут выбирать, кого они. Это здесь сразу тупик. Когда люди невозрожденные. Они будут избирать не духовное. Вот как избирали, считаем, Камандского Александра. На группы разбились все. Ну, кого избирать? Ну, чтобы представительный был, чтобы перед народом, с ластями встречаться. Другие говорят, нет, надо, чтобы мог помогать. Богатый был третий. Ну, нужно, чтобы... И дальше... И никто не говорит, где я возьму такого-то? А Григорий еще дотворец там был. А один говорит, этого не надо, не надо. Может, вам, говорит, Александра Угольщика. А он, говорит, а вышел, а ты кого назвал? Он говорит, да это тут уголь обжигает его. Обжигали уголь для кузницы. А что? Да ничего. А где он сейчас? Да где? А, вон он стоит. Он, говорит, охраняет ослов, чтобы не украли. Они на съезд-то съездились, пиперхальные там у них. Выбирать архивея. Их в Кадиллаке ставят. Он, говорит, охраняет, чтобы кто не своровал. А кто его ставил? Никто не ставил. Он сам. Странно, а ну позови его. Призвали, он еще мазый, грязный, там в дыму весь. И он с ним беседует. Скажи, а как ты думаешь, вот мир как произошел? Ну, согласно книге Бытие, наш Господь объясняет так. Дальше стал объяснять это. Он все объясняет, каноны называет. Знания-то какие. Я, говорит, не могу границ определить его знания. Он, говорит, так в баню его. Помыли, как Иосифа из темницы, перед фараона представили. И вот тогда вышел Григорий Чедотворец, говорит, Я знаю такого человека. Всем требованиям, которые вы говорили, всем отвечает. Он статный, высокий, отмыли его там. И кто такой Александр Угольщик? Когда узнали, кто он такой, да как отвечает. Ну, задавайте ему вопрос. Он отвечает, согласно Святой Библии, согласно Святой Библии. Все до одного проголосовали. Ну, найдите вот такого-то, и не найдете. Гомиков разных всякую мерзость затащили, а теперь друг друга лоббирует, прикрывает, крышует. Это все православие, патриархии. Дальше. Синод должен или утвердить кандидата, или сделать отвод при наличии канонических оснований. Они каноны-то не знают, ни архиереи, ни эти. 70 лет канон не издавали. Вообще каноны не знают, не действуют, их нет. А каноны, это, как митрополит Виталий говорил, это вехи на пути в жизнь вечную. Если Евангелие, это путь, жизнь вечная, а это вехи, не заблудиться. Отстранение священнослужителя или архиерея должно происходить либо по его желанию, либо по строго каноническим основаниям. После обсуждения на приходском или епархиальном собрании, считает Чаплин. Как грамотно знает он, ничего этого нельзя сделать. Вот дальше он уже не знает. Он просчитал, ну, ты же знаешь, на практике ничего этого не будет. Начнут лоббировать, друг друга проталкивать. Ну, как патриархи Кирилла избирали-то? Почему он на жребий не согласился? Ну, три кандидатуры. Ну, теперь заверните, как патриарха Тихона-то избирали-то. Схи-схи слепого какого-то, чтобы он руку-то в шапку засунул и вытащил этот Алексей-то. Ничего этого, боялись. Почему? А там уже вверху в Кремле утвердили-то. Утверждает-то мирской человек. А мирской человек, если участвует в избрании, в 7-й Северный Собор, 3-е правило, избрание недействительное. Патриарху по шапке и до свидания. Говорят, за хвост да в яму. Ничего этого не сделают. И Чаплин это знает. А так, тень на плетень. Наводит. Понимаем, что предлагаемая система имеет свои слабые места. И может быть использована недобросовестными людьми. Однако, во многих местах она работает. Он не говорит причину, какая. Люди, не рожденные свыше. Людей надо подготовить. А не так, что дали свободу океана. А они не знают, что такое свобода. Свобода разврата. Сексуальная революция. Ну и все. Наркомания. Даст Бог. Бог будет работать и в среде нашего верующего народа. Не доверять которому нет оснований. Нынешняя же система гораздо хуже. А чем свидетельствуют трагедии многих пастырей и общин. Вот даст Бог. Кого он имеет в виду Бог? Я рассказ рассказывал, но на этой теме еще не говорил. Девушка, она учится в университете. Ну и полюбила парня. Это в виде истины. Даже анекдотом не назову. А отец-то олигарх у нее богатый. У него заводы разные уже. За границей. Она пришла. Папа. Я познакомилась с Юношей. Он хороший такой. Ну учится, правда, так посредственно. Но он умный такой. Ну она раза два сказала отца, а он ее любит, души не чает. Ну ладно. Приведи его. Ну. Она ему сказала, папа тебя ждет, ты приди к нему. Тебя там запустят охранники и все. Ну поговорили. Она приходит. Ну папа как? Ну как, лох обыкновенный. Я думал что-то. Ну вообще-то мне так. А он разговаривает с ними и говорит. Ну ты вот за нее сватаешься. Ну ты знаешь, как она же говорит? Ты покажи, покажи ему комнаты. Там четыре комнаты. Ну а летом там на Багамских островах где-то. Ты можешь ей воспитать? Она говорит, как Бог даст. А квартиру? Да как Бог даст. Он отвечает-то. Ну а ты можешь, вот у нее машина такая, она ездит. Вторая машина такая. Третья у нее машина с лодкой. Она ездит когда на рыбалку с ребятами. Ты можешь? Как Бог даст. И он ей отвечает. Вообще-то он лох, но мне понравилось, как он меня называл. Вот как Бог даст. Вот так, что он щапин-то имеет? Какой Бог даст? В Кремле который? Маленький человечек. Давайте. Через точку орка, это царь. В Допетровское время в России была распространена практика выбора священника членами прихода. С принятием в 1721 году духовного регламента. Духовный регламент это отрава была. Это смерть для церкви. На него ссылаются. Для священников стало обязательным иметь духовное образование, что резко ограничило количество кандидатов. Духовное образование они считать даже не умели, как Дмитрий Ростовский говорит. Вообще, просчитать не могут. А так, на память что скажет, то и ладно. В 18 веке также получило распространение практика наследования прихода. Вот по наследству идет. Вообще. В 1917 году, после февральской революции, была предпринята попытка возродить институт выборности от духовенства. Это должно было быть, да. Но поместный собор отклонил эту инициативу, оставив право и назначать священников за епископами. Даже уже революция, уже все, и все равно с места не сделал. Народ должен из своей среды избирать. Они кота в мешке привезли. Поставили, он тут начинает сразу своих с Украины перетаскивать. Как правило, оттуда идут эти лицемеры-то. И они развращают безбородое, тут крестить не будет, они католичные. И всю Сибирь заразили, это с Украины священники. Протеерей Всеволод Чаплин с 2009 года возглавлял отдел РПЦ по взаимоотношениям с обществом. 24 декабря 2015 года его уволили с должности главы отдела РПЦ, а через несколько дней лишили поста замглавы Всемирного Русского Единородного Собора, который возглавляет патриарх Кирилл. 12 января Протеерей пожаловался на ограничение доступа к СМИ. Вот, но сон привык, чтобы ему давали, а так нету. Читайте так же, тайного РПЦ стало слишком много. Ну это его интервью, и дальше. Александр Каверин, Игнат Тихонович, мир вам, посмотрел ответ на мои вопросы о венчании, спасибо. Но подскажите мне, может что-то не так понял или не ту книгу смотрю? Настольная книга священнослужителя. Написано в разделе церковно-канонические препятствия браку. Отсюда следует, церковь не благословляет брак, если у один из брачующихся или оба объявляют себя убежденными атеистами, пришедшими в церковь лишь по настоянию одного из супругов или родителей, или хотя бы один из супругов не крещен и не готов принять крещение перед венчанием. Подскажите, на какие каноны опираться, если вы ответили, что некрещенным можно венчаться? Ну какие каноны? Я не на каноны даже опираюсь, а на Слово Божие. Столкни туда ее. Дело-то вот в чем еще. Что есть еще Библия, кроме канонов-то, некоторые не знают. Ну и считайте, первое послание к Коринфянам. Если же муж неверующий желает жить, как они, не венчаны? А он пойдет. Ну может быть пойдет. Ну и отсюда вывод делать, можно венчать или нет, но жить можно. И не считается за грех. А как это? А оба были неверующие, а один обратился. Тут вот это, в эту страфу надо теперь подогнать это. Дальше. Спасибо, Христос. Очень доверяю вашему духовному опыту, поэтому пишу еще раз, чтобы вы разъяснили на основе канона. То есть если оба были неверующие, а потом один обратился, и этот неверующий желает прийти, он не верит где-то, но он пришел. Ну почему им не разрешить, когда брак-то будет узаконенный, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы? 7-14, говорит. Дети нечисты были бы, а теперь святы. Почему? Ответ один. Что верующая сторона, она приводит детей к окрещению. Согласные дети. Сергей Игнатов. Спасти Христос каждого прихожана на Крестово-Зижинской православной общине поселки Потеряевка города Барнаула, Алтайского края, за интересные и содержательные занятия по изучению Священного Писания, неразрывные связи с актуальными вопросами нашей правоседневной жизни. Прости меня, Господи, что часто хвалю их, но это от чистого сердца. Какой он простой. Похвалил даже где-то. У меня тут один был, начал сильно хвалить. Ну, то есть, прямо там уже возносит где-то. Я его предупредил не делать, не понимает. Я его занял в черный список и вычеркнул. Вам нравится? Ну, я могу от него избавиться. Он юрист. Ну, ладно, сказал да и сказал. Оговорился. Спасти Христос за умиленное исполнение рождественских песен, стихотворения. Это потерянский я поставил, который. Представление в исполнении славных сыновей и дочерей православных прихожан Крестово-Зижинской общины поселка потерявка Алтайского края, да ида хранит вас Господь. Там не Крестово-Зижинская, это Барновольская, а там во имя святого, в честь святого Анфима Никомедийского, не комедийского, свято-анфимовская. Ну, не дальше. Какой Сергей пишет, так подписывается. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Жаль, что вы не находите на меня время. Может, поможете разобраться хоть с этим вопросом? Смирение. Что вы не думаете? Как вы прокомментируете слова Игумена Никона Воробьева? Кавычки открыты. Мерой духовного роста человека является его смирением. Чем выше духом человек, тем он смирением. И наоборот... Опять же, смирение-то даже сказано и то непонятно. Перед чем смирение-то? Перед батюшкой, батюшкой благослови, батюшкой благослови, а он вообще ничего не знает. Или смирение перед Богом, перед Святой Библией-то? Тут даже и то непонятно, что именно. А священник устает 500 смирения. Я тебе осмотри, отлучу от причастия. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. И главный рычаг власти над людьми придумали. Смертельный рычаг. Неготовая, причащается, беснуется, делается лютыми зверями, хуже демонов, как Златоуз говорит. И наоборот, чем смирение, тем выше. Не правила, не поклоны, не посты, не чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все даже величайшее. Подвиги не только не полезны, но могут и вовсе погубить человек. А в наше время можно видеть, что чуть-чуть человек побольше помолился, почитывает псалтирь, держит пост и ужемнит себя выше других, осуждает ближних, начинает учить, когда не просят, и проще. И этим показывает свою духовную пустоту и удаление от Господа на страну далече. Бойся высокого мнения. Ну это понятно. Кавычка тут не поставлена. Я думаю, именно здесь кавычка у него здесь стоит. Смотреть надо на это. Что значит смирение? Никого не судите. Как не судите? Что означает не судите? Священники понимают так, не трожь попов. Они только это понимают. А сами судят, что бы ни сделал. А это вот вы, это вы родите тщеславие, а это вы не смиренные. Но я сказал, ну Библия говорит. Вообще не знает Библию. Во свете Библии давайте беседовать. А если нет, что ты время зря тратишь-то? Сижу, время теряю. А он Библию не знает. И не хочет знать, самое главное. Ответ. Прежде нужно предупреждать, что хотите войти, и тогда дам ответ. Я часто занят и не дома. И при том, входить можно с 3.00 только до 17.00 по Москве. Уже поздно. Это вчера кто-то заходил ко мне, уже поздно. Что-то не ладится у него со скайпом. Это для тех, кто по скайпу заходит. Мой ответ. Виктор, вы нас простите. Очень хотелось пообщаться с вами. Но появились неполадки со звуком. Виктор Владимир Чумаков. Сообщение скрыто автоматическим антиспам фильтром. Чтобы его увидеть, нужно быть другом. Что такое вот это? Понимаете, что-то сделали, какой-то фильтр. Нужно зайти, сказать. Да ты сам себя заблокировал. Что я тебе могу сказать? Вот который есть, я даже и разговаривать не буду. Что я тебя буду искать? Там разблокировать тебя или что? Ответ. Если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или скамер, или зверники, или нарисован пейзаж, машина, и никаких данных о том, почему над тобой так насмеялись. Когда просятся в друзья, а у них там ничего нету, фотографий нет. Нету ни анкеты, или нет вообще фотографий. Просятся в друзья. С кем дружить-то? Вообще ничего нету. Пустышка. А вот в интернете это можно себе позволить, и уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже и виртуальные, обратите сами на себя. Что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм или даже иконущую-то? И кого вы ведете к себе? Отнеситесь к дружбе серьезней. Это я отвечаю тем, которые просятся в друзья, а вообще ничего у них нету. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может быть, будем еще и настоящими друзьями, так полезны друг для друга во Христе Иисусе, в деле спасения наших бессмертных душ. Слушай, я никак не привыкну, что люди ни имени не показывают ниоткуда. Говоришь пустоту. И почему мне в жизни за 75 лет скитания по земле не пришлось ни разу ни единую бумажку выпустить без личной подписи и без указания своего сточного адреса? Тем более в моем мире, на форуме или сайте и во всех публикациях. Не в укор говорю, а просто в недоумении. Кому отвечать-то? Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было прочитать. Ставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. Фото без темных очков должно быть. Ну дальше я говорю наши данные. Где, как зайти и проще. Ну и теперь посмотрим, что мне за это время. Вот наша, она моя страница какая. Заходите сюда, попросите, друзья, где я в шапке, где я с голубем, это контрольная, ну другие там модераторы ведут. Мой мир считаю лучшей системой из тех, которые там одноклассники, вообще эти никакой мертвые зоны, в фейсбуке. Вот. Ну и что тут написали за день? Вот это надо, нет? Грати, меня интересует просто вопрос. Я давно в православии, но до сих пор еще не осознал, что такое кровь и тело Христа. Как звать-то его? Кто? Никого нету, да? Ну нету никого. Ну тут мульти-вым что-то такое. Ну ладно. Вот такое и есть. Это модераторы перекидывают. В буквальном смысле или скорее символичном. И что это значит для православного христианина сегодня? Ну хорошо, я вам скажу, а вы не поверите. Еще мне говорить. Давайте откроем. Евангелие от Иоанна. Какая глава? Шестая глава. Шестая глава. Какой стих? 48-й. Дальше. Я есть хлеб жизни. Дальше читаю. Отцы ваши елемана в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. То есть особый хлеб. Я хлеб же, выисшедший с небес. Едущий хлеб си будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Теперь вопрос. Когда это плоть и через кого? Учение церкви такое только через истинных пастырей, через священников. У сектантов этого нет. Они не учат, говорят, просто воспоминания. Это только в церкви Христовой. Вот почему я отправляю людей, с кем знакомлюсь, ну, не знаю, в храмы Московской Патриархии. Потому что мы признаем их благодатность в рукоположении. Несмотря на то, что они делают. Дальше. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Это когда священник совершает божественную литургию, есть литургический канон, это было показано даже у Василия Великого. Реально тело. Хлеб превращается, присуществляется, как говорится, в тело, а вино превращается, присуществляется в кровь. Вот это реальность. Реальность соприкосновения с Богом ощутить можно только здесь. Католики придумали еще второе. Это соприкосновение с Папой. Ну все, как, ну это что сказать дальше. Вот теперь мы смотрим дальше, что я Вам ответил. Оксана Малько Долганова. Игнатий Тихонович, доброе утро. Вы совершенно верно поняли меня в прошлый раз. Я не имел в виду издание книг самостоятельно. Я говорил о том, что желаю приобрести некоторые Ваши труды. И есть у меня на сердце желание финансово поучаствовать по мере скромной возможности моей. Если Вы позволите, в расходах, которые случаются у Вас в связи с миссионерской деятельностью. Как, например, издание книг. Великое дело Вы делаете, мне бы хотелось как-то помочь. Но я далеко. Вот и выходит, что молитва и финансы это все, что в моих силах. Очень благодарна Вам за видео, особенно освещающие быт потерявки и детского лагеря. Больше всего меня нарадует реакция моей дочери. Она впитывает все, что Вы говорите, как губка. И я ее понимаю. Жаль, что лагерь так далеко. Мы с Украины, город Кривой Рог. Теперь вопрос. Я определился с книгами. Полкование Нового Завета Тритома. Тритома это три тысячи. Для Слова Божия не тут. Семьсот. Церковь, Свобода, Тюрьма. Так, это нету. Это уже стихи кончились. Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент мне нужно будет перевести в рублях, чтобы оплатить книги и пересылку. И одна просьба, пожалуйста, попросите администратора ВКонтакте выкладывать все ежедневные видеоответы на стене ВКонтакте. Если не затруднительно. У многих только мобильный интернет. И искать видео в Ютубе очень долго. Спасибо за все. Путь. Пусть хранит Вас Бог. Так, вот я попрошу, Оксана, зайдите в мой мир. Потому что нужно скинуть данные. А с Украины, я как знаю, они долларами высылают. Рублями оттуда нельзя послать. Так или не так. Мы там переговорим. В мой мир. Вот, вот, смотрите. Зайдите в мой мир, Игнатий Лапкин. Ну и все. И там в мою страничку попросите, друзья, с фотографией. Это быстро делается. И вот, когда вы зайдете, значит, ну и мы тут тогда поговорим. Я покажу тогда, как переслать. Так, что еще? Игнатий Тихонович написал стихотворение, вдохновленное вашим товарществом. Игла. Да. Душа питается, увы, не мясом. На подвиги с пузами не идут. Питается она лишь Божьим глазом. Другим путем иные не пройдут. Лишь ко Христу у ней одна дорога. Прижаться бы и выплакаться всей. Другим, быть может, лучше у сварога. Но он, страдающий, милей же всей. Как доброму отцу ее частичка. Бежит легко, забыв про муку дней. Страшит ее могильная табличка. Не хочет знать о гибели своей. А хочет жить, парить под облаками. И вместе с ангелами, с Богом быть. И добрыми творить тогда делами. И бесконечно мир его любить. Ну, понятно. Я поставлю так, но просчитает. Я не знаю, кто он. Христианин, не христианин. Понятно здесь. Вот это большое, слишком много времени займет. Ну, вот так. Мы показали здесь. Нужно в нескольких словах сказать. Потому что не один человек. Вот наш видеоканал. У него, видимо, больше 4 тысяч. Кто-то помог бы посчитать, сколько у нас там роликов. Нападают и прочее. Вот сегодня я выставил с утра сразу это занятие. Галатом. Вы духовное. Ну, сейчас только обновление дам. Показать. Вот. Видите, пришло уже 8 человек. Утречком поставил. Сергей Минск. Ищу истину. Девять. Православие. Дорога за ноябрь. Вот две по дороге. Я это поставил для тех, кто помогал, чтобы увидели, куда ушли деньги в дорогу. Ну, и вопросы. Сколько уже? 19? 19. Ну, сейчас посмотрим дальше. Какие вопросы. Это спор ума перекидывает. Что тут? Цитаты, знаете, лапки. Почему вы не понимаете речью, потому что не можете слышать слова. Слово моего. Ваш отец сделал. Ну, это я ответил, так понимает. Дальше. Вопрос какой? Надежда Ванькович, город Санкт-Петербург. Приветствую вас. Где находятся потерявки? А моего сына возьмете в лагерь? Ну, я отвечаю. Ответ можно взять после переговоров. Наш лагерь очень похож на пчелиные улей. Встаем в 5 утра и весь день по минутам расписан. Когда поспевать ягода, то много времени проводим в степи, в садах. Собираем ягоду, готовим варенье. Клубника с молоком каждый и не постный день. Пирожки разные с ягодой готовят. И если ребенок уезжает сегодня, то родители в этот день идут с ним в сады или в поле. И что наберут, то он увозит с собой. Да нередко еще добавляемым. И всем работникам приходится думать и о зиме. Говорю о работниках, обслуге. Готовим варенье и на следующий год, чтобы на все лето хватило. Я являюсь основателем этого лагеря. 44 года позади уже. 44! Ни одного у нас повреждения, ни одного отравления, как в других местах есть. Это что-то значит без помощи государства. Это особый устав. А нас далеко очень известно. Приезжают тут откуда только не было людей. Из Бразилии, из Америки, из Германии, из Англии, из Лондона. Там директор Кэстонского института даже была Ксения Деннон. Их интересует это? Родители привозят иногда с собой и сахар, и для сухого варенья. Покажу, это заснять, потом посмотрят. Тормозите, я сейчас перехожу дальше, чтобы быстро успеть посмотреть. Это только о лагере ответ такой. Вот свет октября. Газета. Вот теперь посмотрите. Я опять перехожу дальше. Смотрите дальше. Вот так. Потом просчитайте, чтобы люди могли просчитать. Это трудно просто. Много времени. Вот. Где это находится? Что? Какие порядки? Что с собой брать? Вот оно. Это вот один только ответ. Один. Сколько времени ушло на него. Теперь мы его даем. Вот оно где. Вот оно. Следующий год. Цена, конечно, меняется. Вот дальше. Месяцев от семи до семидесяти пяти лет у нас возраст. Вот, пожалуйста. Это один ответ. Что тут Маргарита? Ясно. Ну да вообще. То его цитаты сомнительны. Как бы вырваны из контекста. А ведь много кто слушает его лекции. То есть я не знаю, о ком речь говорится. Ко мне ли это относится или нет. Так я и не понял. О чем она говорит. Но все равно поставлено. Там отмечать буду. Цитаты. Если Библию ты знаешь, для тебя это не цитаты. Это голос Божий. Я применяю все к себе. Вы не к месту их говорите. Я вижу, он не знает и не понимает. У него все не к месту. К месту это всякое, что он гонит. Мекину пропускает. Мекина, чистое зерно, это разное. Если сон, говори как сон. Николай Леонов, город Днепропетровск. Ну вы знаете, что он погиб. А там у нас с ним переписка была. В плане богословия нет никаких вопросов. Смышляет то, что вы не хотите соединяться с РПЦ. Как охота, чтобы в РПЦ вашим. Но я не иду туда, не хочу. Но еще теперь дальше делать. Потому что мы видим там смерть. Для нашей общины смерть. Дальше. Ссылаясь на то, что якобы много лжи. Лжи пастырь и много грязи и греха в РПЦ. Да не просто греха. Ее даже с великой натяжкой. Церковь это можно назвать. А что там делается-то? Но я признаю ее благодатность. Зачем толкать туда-то? У нас запрещено звать даже в общину. Запрещено это. А здесь вот любыми путями. Только по РПЦ, РПЦ. Это говорит о том, что не надо этого делать. Значит, зачем вы так тянули к себе? Да, это правда. Но также я имею глубокие убеждения, что и святые есть в нашей церкви. Я правда не знаю вашего статуса на сегодняшний день. Может быть произошли перемены. Хотелось бы единство. Все это, вот это все, что смущает в остальном единомышленники. Мы все знаем о пороках в церкви, но нас это не смущает. Мы должны бороться за истину внутри церкви. Ну вот и боролся, я говорил, ты не воюй. Пошел воевать и сразу убили. Теперь говорить некому. Дима Шумхалов, город Вача. Здравствуйте, батюшка Игнатий. Спасибо вам большое за ответ и добрый совет. Да будет благословено имя Бога нашего Ягова, и сын его допримет славу и благодарность во веки веков. Аминь. Я не перестаю радоваться знакомству с вами, так как вы для меня становитесь как духовный наставник. Правда, сказал Павел, что женатые и замужные пекутся, как бы угодить супругу, а не женатые, как угодить Богу. Также сказано, что лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Но на все добудет воля Всевышнего, а не моя. Я стараюсь каждый день молиться, чтобы Господь дал мне мудрость во все поступать так, как бы Ему хотелось. Чтобы Господь сделал меня таким, каким бы Он хотел меня видеть. Если можно, батюшка Игнатий, помолитесь нашему любимому Создателю обо мне грешном, чтобы у меня на работе все происходило без проблем. Я вкладываюсь в работу и добросовестно, как подобает христианину, исполняя свой рабочий долг. Чтобы ни в чем не было проблем, и все программы, с которыми я работаю, усваивались мною. Так как я работаю в управлении образованием методистом, и с очень серьезными программами, которые требуют ответственности и точность. Спасибо вам заранее. Я заранее хочу сказать, что я слово проблемы вообще не признаю. Выкиньте его. От американизма сюда заняться. Так как, нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос, это русские слова. Дальше. Силанте, Виктор, город Санкт-Петербург. Отец Игнатий, спаси вас, Господи, за столь быстрый отклик и столь щедрый подарок в виде очень интересных и полезных фильмов из Потеряевки. И о Потеряевке. И раз. Спаси вас, Господи. Аминь. Виктор. Ну, спаси Христос за доброе слово. Дальше. Ответа Николая Леонова. Единомыслие нужно во Христе, в свободе во Христе, в служении единосущной Троицы в Духе Святом, а не нахождение формальным подчинению земнородного. В этом нет никакой нужды, чтобы полагать причины разделения. Когда читаем Житие Святых, то неоднократно встречаем, что было много братьев, как у Пахомия, до 11 тысяч человек, а присвития никак не хотели заводить, чтобы не случилось разделение. Интересно, причина какая? 11 тысяч мужиков? И под каким видом священника? Потому что сразу начнутся раздоры. Но это не я же придумал-то. Пятый век. Патриарх не может объединить всех христиан. Он должен мыслить как шире, как настраивать на эту мысль Священное Писание. Каждая епархия может и должна быть вполне самостоятельной, а не так, чтобы священников с места на место кидать, и епископов переводят без согласия, как и по ныне это творится. Сами себе избрали царя в Израиле, а потом плакали от деспота. И спала эти деспота. Хорошо помыслите по этим местам из Святой Библии. О чем тут говорится? О каком единстве? Есть ли оно между нами? Благо же тогда вам. Вот я просто покажу, места назовем, а вы прочитайте. Римлянам 15.6, Третья ездра 5.43, Третья ездра 16.70, Тремудрая Соломона 10.5, Сирахова 26.2, Деяние 1.14, 1 Петра 3.8. Вот все. Тогда будет единомыслие. А тот обязательно, кто у вас епископ, кто, никого нет епископа. Даже священника не будет, человек спасется. Не от тебя зависит. Их расстреляли, но люди спасаются. Елена Ростопчина. Проси Господи, простите меня, но смелюсь у вас спросить. Ваше отношение к русским царям, особенно к Николаю Второму и его семье? Ну, отвечаю, отвечаю, что более безвольного царя не было. Это самый никудышный был. Даже не царь, а царишка. Но ближе всего к Богу, считай, никого не было, как он. И поэтому тут в нем два. Ну, разве Петр Первый допустил бы-то революцию? Или Николай Первый? Или Иван Грозный? Ну, повесил бы пять тысяч и все. Всего пять тысяч-то. Не пятьдесят бы сто миллионов пошло на Голгоф бы-то. Я не призываю их к этому. Просто я говорю, что говорит Солженицын. Вот он какой был. Чемпион по кикбоксингу с казаками. Там до этого все наркотиками баллос. Он все это описал. Не знаю, с чего ради он на меня вышел. И какие-то близкие такие отношения. У нас тут несколько бесед на сайте. На нашем видеоканале. Спасибо, Господи. У меня вопрос. Как бы вы оценили проповедь отца Даниила с особой среди мусульман? Вот сейчас-то довольно резко, но правдиво высказывался об исламе. Его способ проповеди уместен, на мой взгляд? Или все-таки необходимо более мягко с ними говорить? Ну, я говорю, что когда я беседую с мусульманами, слово Аллах, Коран, Мухаммад, по крайней мере, три слова. Я не употребляю. Зачем? Господь послал эти дети пропадать Евангелие. У Даниила Сысоева я его считаю священномучеником, святым. Но у меня совершенно другой подход. Совершенно. Вот он по храму. Как по храму рассказывают-то? В храм только помолись. Закрой глаза и молись. Спасибо вам, Игнат Тихонович, за присланный видеоролик. Пусть Господь пребывает с вами. Так. Сейчас мы откроем еще страничку. Надежда Ванькович, город Неве. Игнатий, спасибо. Я не пью и не курю. Ношу длинные юбки. Ну, молодец. Николай Леонов, Днепропетровск. Вот опять. Видишь, сколько у нас было? Игнатий Тихонович, вы придерживаетесь мнения, что границы в церкви не ограничены православной церковью, но в церковь входят и инославные, которые приняли Христа своим спасителем. Тогда чье же священство действительно? И имеет ли смысл преемственность? Являются ли священниками раскольники? Допустим, УПА, ЦКП или УАП? У него существует по Украине. Это конкретно надо смотреть. Я говорю, церковь входит только там, где сохранился епископат по рукоположению. Православие, это не только Московская патриархия. Православие, это и Финляндская, и Греческая церковь, и Старообрядцы Белокринецкие, где есть священство. Это не раскол. Дальше, католическая церковь, Старо-Ново-Католики. Григориано-Армянская, апостоличная. Копская и Сирийская. Вот пять. Как называть? Пять сильных. За пределами этими уже не церковь. Не церковь. Вот вот такое объяснение даю. Я ему говорил это. Константин Николаев, город Высшая Стеблеевская. Это непонятно. Добрый день, Игнатий Тихонович. Ваше мнение о значении символизма православия? Да не нужен никакой символизм. Ну, если есть, объясните, чтобы было понятно. Ясно, дело, шестиконечная звезда не пойдет на иконах. У нас тут из-за рубежа получили, но пришлось подправить. Виктория Киселева. День рождения, 4 сентября. Да ладно, не надо рождение. Дальше. Город Санкт-Петербург. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня измучили хульные мысли в адрес духовника и в форме ненормативной лексики. И хуже некуда оскорбление и молюсь мысленно. Фразы из молитв оборачиваются против духовника. И всплывают в памяти вся эта мерзость. Это вражекозни. Ну, сами уже определите, о чем и как. Как написывают там за рубежом всякие священники, католические не так. Он исповедовал в автобусе. Девчонки, он, значит, виден из себя такой, как Глеб Грозовской. Я ничего Глебу-то не имею, просто, как говорится, одуванщик. И вот сколько у него исповедовалось девушек, он абсолютно со всеми переспал. Вот, кажется, дело имел. Исповедовал их как. У него свое там кадило было. Вот так. Ну, если бы она была рядом, ближе, я бы сказал, какие песни она поет и прочее. Прям по песням, по каждой песне бы во свете Библии. Ну, ее нету здесь. Лина Листкова, город Краснодар. Игнатий Тихонович, вы не подскажете? Вот чем я чаще хожу в церковь, читая псатыр Евангелия, тем больше у меня проблем с деньгами. Вот уж за чертой бедности. Церковь сказали, что Господь испытывает. Я не верю, что Господь хочет моей нищеты. Я впал в такое уныние, а это страшный грех. И выхода не вижу. Простите за глупости, которые написала. Прорвало. И никто не верит, что вера приходит в меня к нищете. Вера приводит к довольству, к благодарению. Но я, опять же, могу сослаться на свой опыт. Я всю жизнь работал на двух-трех работах. И на государственной работе я работаю. Плотник, допустим, печник. У меня выработка всегда была 280-300%. Я абсолютно неукротимый был в работе. И нанимался еще кому-то дачи делать. Ну, где объявления есть по всему городу на велосипеде еду. Куча лежит. Зашел хозяин. Надо, надо. Одному делаешь. Два-три человека уже на очереди стоят. А молва идет. Под моим именем стали ходить наниматься. Говорить, он сам не делает, а нас нанимает. А люди на дом едут. Ну, вы сами сделаете. Вот сделали. Сейчас разбираем. Опять заново печь. Я в день две печи от фундамента с трубой выкладывал. Две за день. Ну, это понятно, что это не просто так. Это прекрасный был заработок. Да, должен быть заработок. А дома, когда особо на время. Организации привозят книги. Я их переплетаю. На работе сижу. Кому-то валенки подчиняю. Точу пилы. То есть, все время руки должны быть движения. На сон уходило два с половиной часа. Довел так это. Ну, а сейчас, конечно, я не могу этого. 77-й год сейчас спрашивать. Что-то непонятно. В мой телефон. Я почему-то хотел. Игорь Тихонович, напишите, Библией какого года руководствоваться? Синодального перевода 1876 года. Это один из самых лучших переводов в мировой практике. Никакие переводы в руки не берите даже. Александр Калагородов, город Киев. Здравствуйте, Игорь Тихонович. Почему священники не признают существование ауры, если уже даже и научно доказано, что аура у человека существует? Ну, допустим, аура существует. Что дальше-то? Ну, с этой ауры и пойдешь куда... Нужно, чтобы Бог послал Сына Единородного, это Евангелие от Иоанна 3,16, дабы всякий верующий в нее имел жизнь вечную. Не надо никакой ауры. Пятнышко вот это увидели, а аура? У нас и слов-то таких нет. Аура это вот ним прессует. Но считайте это за ауру. Да, бывает свет. Моисей закрывает лицо. Это аура или нет? Серафим Саровский. С лицом сияло у него. С Мотовиловым беседовал, когда Александром Николаевичем. И что дальше? Ну, безымный город Лос-Анджелес. Игнать, скажите, пожалуйста, как так получилось, что Глеб Грозовский оказался педофилом? Или вранье, вы считаете? Не знаю, но только я сказал, всем объявил, надо молиться о нем. Вот и все. Он нуждается в этом. Оказался, не оказался. Я начальник детского лагеря. В любой момент могут что угодно. Против меня воздвигали столько уголовных дел, ну, не по этой основе, там, избиение детей, там, или еще что-то. Ну, пришлось подать в суд. Все данного процесса я выиграл. Все были наказаны, разметаны. Это Бог так делает. Ну, у меня близкие отношения были с прокурором края. И он на пересуд легко было подавать. Я там жена его в суде работала. Ну, Бог так делает, не я. Прошу прощения за такое дерзкое обращение. Я своеобразный, мне у вас, у которого по телевизору показывают и обвиняют. Я понимаю, что и Господь, Господь был оплеван. Но там говорят о доказательствах. Мне просто стало интересно, как такой человек, как вы, если знал его, не заметили это? Я его не знал. Не знал. Ни одной буквы мы с ним не переписывались. Никак. Я знал о нем, что он существует. Только всего. Тем более, его спросили обо мне. А он говорит, зачем вам нужно-то? Вы считаете, вот тут своего хватит-то? То есть, он тоже мной не заинтересовался, а меня он заинтересовал. Я регулярно смотрю за ним и всех призываю молиться. Даже если будет доказано что-то, тем более он нуждается в этом. Был такой, все вот, Филипп, его тоже тут смесили. А всех призвал на молитву. Дмитрий Иванович Байрактар. Ой, ВД-02. Ну, дальше. Телефон. Телефон главный? Ну, какой. Дорогой Игнатий, мне, как старообрядцу, искренне жаль вас. Поскольку, обладая таким широким спектром знаний, отличным даром речи и способностями, вы мало что того, что находитесь сами на широком пути в бездну. То есть, московская патриархия, это бездна. Так и понимаете, ни коньяни проклятые. Ну, судя по всему, влекать за собой тысячи. Да. Никогда не пойму таких людей, которые, зная истину, которая осталась только лишь за старообрядчину. Только за старообрядчину. Вот и все. Отвергаете ее, тем самым отрекаясь от Бога. Вот, вот, дальше уже отрекаясь от Бога. Вот, как, допустим, меня нападают какие-то с Америки, там, которые пришли в православие, избописцев. А на самом деле, никуда не пришел. Ну, просто его заслали сюда, он пакостит и все. Он знает, о ком говорю. Ну, вот, я старообрядцев признаю, священство у них есть. Это истинная церковь, ее патриархия признают. Но он-то понимает, что только мы одни. Дальше. Продолжая начатое рожком антихристов Алексея Михайловича, по выражению одного святого монаха, когда народился этот дурачок, его сатанинским приспешником Никоном. Видите как? Вот его такое понятие. Вот, пожалуйста. Вы можете его переубедить? Переубедите. Вот его телефон мобильный. Вот его город, он живет где. Поговорите с ним. Я их очень хорошо знаю. Очень хорошо старообрядцев знаю. Вот теперь дальше. Тимофей Ящуковский, город Омск. Игнатий, вы говорите прямо как баптист. Молодцы. Как все же вы относитесь к баптистам? Отношусь как к хорошим людям. Но они не церковь. Баптисты, это только от православных отношений. Они любят Бога, любят Библию, любят Христа, но не церковь. Я не могу признать церковью то, что не называется церковь. Церковь там, где есть епископат от апостольских времен. Хотя бы один епископ, чтобы рукоположить. У них пресвятера, не пресвятера. Все это числа 16 глава. Дофана, Верона и Корея, это их последователи. Мое отношение. Являюсь миссионером 6 лет только. С вами не сравнить. Видео действительно получающее. Я все посмотрю. Посмотрите наш сайт. Это движение, руководителем которого я являюсь. Пожалуйста. Благослови вас Бог и доброславится в вас и через вас. Я люблю Бога и хочу для Него многое совершить. Интересно, из Чикаго. Считаю я. В интернете нашел. Ой, я нашел такое православное. Да прямо по Евангелию. От смерти в жизнь проповедуют. Ой-ой-ой, я нашел такое православное. Это вообще невиданное такое. Это такое-такое. А потом, ой, я прочитал, что он говорит, что баптисты не церковь. Мне до того противно стало. А то у меня была она в Пензе. Я приехал туда, баптисты. Пророк Илья к нам пришел. Пророк Илья пришел. Но когда стал беседовать и показывать, хорошее их качество. У-у-у, гнилое бревно. Ну, гнилое бревно, ну что сделаешь? Вот такое дело. Это уже не первый день, это обкатано. Елена Астоп, спаси Господи, прости меня, но не смели вас спасать. Ваше отношение к русским царям, особенно к Николаю Второму. Его семья, вопрос считает у меня? Да, не надо вопрос, но сейчас только считали. Ответ. Елена, ваше право думать о царях что угодно. Ну, только думать нужно согласно истине и говорить согласно ей же. Для меня царь Николай Второй мученик и святой, и он в раю. Но царь этот был один из самых негодных за всю историю царей. Не смог потушить смуту и погубил себя и империю. Да разве Иоанн Грозный или Петр Первый пропустили бы такую вакханалию? Но страдание царя превысило все. Он вступил по-христиански. Не повесил 5000 февралистов, чтобы сохранить Россию еще лет на 200. И он тут же выше всех царей. Мои племянники попросили меня написать трактат о Ленине. Такое было задание в их новосибирской школе. И я написал. И это было потом высоко оценено руководством школы. Но когда они попросили написать о царе Николае, я сразу же отказался. Об аморфных и не обладающих прозрением мне нечего сказать. Их головы лежат уже на эшафоте. Раньше я задавал вопрос отцу Дмитрию Дудкову, отцу Александру Меню, отцу Глебу Якунину и другим отцам. Почему же царь знался с такими людьми, как Гришка Распутин? Но я много читал и питал. И потом стал вопрос. Иначе ставить. Почему же такой прозрительный человек, как Григорий Ефимович Распутин, знался с таким глупым царем? Вот что должен был кричать царь в застенках, что не послушался Григория не делать мобилизацию и не начинать войну. Первое пролипомяно. 21.8. И сказал Давид Богу. Весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. 25.16. Второе пролипомяно. Когда он говорил ему, царь отвечал, а разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. Перестань, на пророка говорит. И перестал пророк, сказав, не знаю, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, не слушая совета моего. Вот и все. Вот какой ответ надо давать. Даниил Сысоев отвечаю. Николай Леонову о Данииле Сысоеве. Отец Даниил Сысоев, по моему мнению, в раю. И он единственный тот, кто более всех за тысячи лет так самозабвенно любил мусульман. Есть кто в его работе, что у меня по-иному. Мне не надо судить его или опровергать его работе с мусульманами. Я делаю совсем не так. И это тут видно в роликах, где я в доме Мулы. Мы беседуем о спасении. Рим по Римлянам 6.23. Отец Даниил герой, маяк. И кто может это понести? Пусть зайдет на Голгофму. Откровение 6.9. И когда он встал, снял пятую печать, и я увидел под жертвенником души обиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 2 Тимофея 4.6. Ибо я уже становлюсь жертвами, и время моего подшествия настало. Это к этому отношу. Иоанна 16.2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Это вот на мне особенно. Думают они, меня убивают патриархийно. И вот они служат этим Богу. Ну что ж, так понимаете. Теперь отвечаю. Память о смерти может избавиться от глупости. Сократи питание и зажми плоть свою, и она даст тебе знать, что уже склоняется к ногам твоим. 1 Коринфянам 9.27. Ну, смиряй порывающее тело мое, дабы проповедую и другим самому не остаться недостойным. Это она про пульные слова тут писала ее. Ну-ну. Сираха 8.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. А у духовника этого нужно отойти на время подальше и молиться о нем и о себе. Значит, повод был, и тут надо быть на стороже. У нее бедность, а так, я говорю, бедная. И что я ей ответил? Бедность от лености и от неумения жить экономно. И не при счету псалтирь, это ложный поп посыл у вас. Сократите на всем. Донашивайте старое. В магазина не ходите. И на 2-3 работы, и на дом возьмите еще работу. Мне этот вопрос лучше не задавайте, иначе плакать будете. Ефесянам 4.28. Ну, дальше, дальше. Бытие. Бытие 3.19. Еккризиас 10.18. Причи 24.30. Видите, хотя бы просчитать. Просчитайте, какие ответы даю. Люди пришли не ко мне, а к Богу. Я должен указать, что Бог сказал Святой Библии. Вот как нужно отвечать-то. А чем тут? Ну ладно. Так. Какого Библии руководствоваться? Да, да. Всем один совет, только синодальный перевод 1876 года. А год издания, место издания не имеет значения. Иеремия 1.12, Матфея 5.18. Дальше. Ну, Господь сказал мне, ты верно видишь, и я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Ну и вот дальше. Александр Кологойда. Киев. Почему священники не признают существование ауры? Да вот ауры. Зачем вам нужно пустое? Поберегите свой разум для лучшего и послушайтесь священникам. Они тут говорят вам на пользу и истину. Пусть она есть, как и ним вокруг святых голов. И что? Посмотрите на себя в зеркало и помолитесь о своем разуме. Исход 34-35. Да, что Моисей ответил. А Глеба Грозовского? Отца Глеба Грозовского я лично не знал, но в интернете нашел, что ему вопросов вам не задавали. И как он ответил? Без интереса или еще что-то? Зачем нам верить, не верить? Мы должны помолиться о нем. Если такое было, да простите его, Господь. Но многие люди по ненависти придумывают, как о Всеволоде Филиппове. Мы тут же встали на молитву за его душу. Вы тишитесь и не лезьте в слабости человеческие. Он нуждается в нашей помощи. Даша показал. Сираков 40-29, прише 14-5. Прише 14-25, Екклезиас 10-14. Даша. Я ему отвечаю, который старобрядец говорит. Вот я ему ответил. Дмитрий Иванович, я из старобряческих корней родом. О старобрячестве у меня целый том 11 открытым оком. Так что я их очень и очень знаю даже хорошо. Там мои родственники и поныне. Без поповского толка слышу 50 названий, непримиримых друг с другом и люто ненавидящих свет и истинный от всех. У них у всех одна единственная на все века проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все. Далее ни шагу. Болото с тысячелетним илом и тленом. Тупость безразмерная. Название кто какое. Старобрядцы. Никакой иной веры, а один обряд бездоказательный. Библия для всех чужая и вредная книга. Была все века. Читающий Библию по их понятиям сходит обязательно с ума. Если бы это были староверы, а к апостольскому корню не прикреплены. С ними и говорить ни о чем невозможно. Наши книги толще и вера наша лучше. Вот их лозунг по Лескову Николаю Семеновичу. Из тряпок и предрассудков, из ненависти и лютости пытается создать свое царство тьмы, не имеющего ничего общества с евангельским духом. И если Господь Иисус Христос послал проповедовать о Царстве Небесном, то старобрядцы об Аде Огнено. Матфея 4.17, Матфея 10.7, Псалуб 110.10. Так он сам и делал, и потому же научил своих учеников. Кто не его ученики, они лютуют против проповеди такой. Матфея 10.7 Имей страх Божий, весьма прилично и полезно верующему по Писанию. Теперь еще места Писания. Притча 1.7, Притча 9.10. А он не любит, я не люблю Библию и все. Сирахо 2.18. Другая ответила. 1.23, Филиппийцам 2.12. И всех течений, конфессий, ветвей, направлений, это самые свирепые, лютые, беспокаянные, зацикленные дьяволом на Никоне и Алексея Михайловича. У них нет мира нигде, ни дома, ни в душе, ни в церкви. Это чадо обряды, совершенно не знают святую Библию и волю Божьей. Абсолютно бездушные. И камни замшелы и подобные. 1.1.4.18. 2.1.4.18. Слышал, что в Новосибирске будто бы чем-то недовольны были два прихожанина, Долгов Володи и Федя Устинов и епископом Силуяном Килиным. Они пришли к нему и испинали его. Такого даже у самых замшелых безбожников не всегда встретишь. Ложь у них официально провозглашена как конь во спасение. Протопопа Вакум советует в житии, им же самим написанном и о себе, что нужно призывать Никоньянского попа, если заболеет кто-то. Но предварительно во дворе выкопать яму и там забить заостренные кверху колья, чтобы поп туда провалился и пропорол пузо. А потом бегай вокруг ямы и причитай. Ах, батюшка, я и не знал, что тут такое есть. Это протопопа Вакум нас настаивает. Ну что, апостол Павел рекомендует Филиппийцам 1.27, 1 Коринфянам 1.10, 1 Коринфянам 16.22, Галатам 1.89. Старообрядцы, хорошие трудженики, держат жен в покорности большинстве семей, знают про посты и молитвы, написанные издревле. Но если у них нет священства, они беспополцы, то это беда, это и не церковь. Приобретает себе адептов, приверживаться в частое, через смешанные с иноверцами, которых они довершают, от кавычков браки. Да, да, крестят. Но это все такое хлипкое и не евангельское. Исайя 8.20, Филипийцам 4.6, Притча 13.25. Вот а баптист спрашивает, как к нему отношусь. Вот ответ. Ответ. Баптисты из всех известных мне названий по внешнему служению более всего похожи на апостольское служение. Но у них ни одного, а в остальном они выше у многих, в том числе православных. Это хорошие люди, замечательные в труде и в семье, в беседах, в любви к Господу Иисусу Христу и в чудесных любви к Святой Библии. Но у них нет одного. Но у них нет одного. О, как я желаю, чтобы они имели это одно, чтобы они были церковью Христовой. А без этого одного они вовсе и не церковь Христова. Деяние 2.47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. К церкви. Нет, колоссиным об этом говорится, считай. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей в скорбе Христовых за тело его, в которой есть церковь. Деяние 14.23. Рукоположив же и при свитере в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Евреям 7.7. Без всякого ваше прикословие меньше благословляется больше. Меньше благословить, когда епископа-то нет. Он мне показал, где у нас что об этом написано. Все. На сегодняшний день благодарение Богу. Завтра, чтобы не запомнить, вот какой у нас будет. Мы делаем так, что сейчас с небольшим, чтобы было. Во славу Божию. Заходите на наш форум. Вот я еще хотел показать наш сайт. Вот, пожалуйста. Библейский православный сайт. Вот здесь мои все книги, 38 книг. Ну, тут объявления. Ответ даю. 55 позиций папок 4124. Книги отдельные, стихи. Фотоархиев, звук и видео. Тут 50 книг моим голосом насчитано. Это очень тяжеловесный, богатый сайт. Вот здесь нажать на видеоканале будешь. Жать здесь. Это на форум кинется. Вот. Сегодня видите, какой у нас богатый материал дали. Богу нашему славу. У всех прошу прощения, если кого с чем когда обидел. А то вы не просите прощения. Не за то, что говорю. Где-то что-то не так, говорится. Наступил, прижал, обронил, разбил. Что касается Библии, я в ней еще буду просить прощения. Я знаю, где это есть. И привожу его так, как мне кажется близко к истине. Или сама истина. Аллилуйя, аминь. Благодарю Никита, что читал. И Володя. Слава Христу. Рядом стоит.